Ну что ж, друзья, всем привет ещё раз, с вами Илюха. Итак, продолжаю я заезд до высота Корса, не катался я давно, прохождение не пилил, но вот, наконец-таки, взялся за это дело. Давайте поедем. У нас BMW Z4, автомобиль халявный, поскольку у него тут DSG, коробочка, которая управлять очень легко, просто газ-тормоз. Раз, и педальки, и две, точнее, и всё, ничего особенного. Поэтому я думаю, что она немножко ленивая машина, в этом отношении. Не надо никаких хилых тои и прочих прелестей жизни. Ну, поедем. Так, ну-ка, подрезал меня. Ну, я молодец, вовремя остановился. Так. И будем сейчас попробовать догонять этих самых ребят. Трасса очень замечательная. Мне она очень нравится. Ровно как и машинки на ней. Кто не в курсе, это у нас чисто серия BMW. Новые кузова. Ну, и, конечно же, старенький. Вот он, я его сейчас обгоняю. Давайте поедем. И помчимся, как говорится. Ну, конечно же, эта бэха такая, практически серийная. С неё супер драйва, конечно, не выжать. Но всё равно, даже на таком автомобиле можно получить небольшое удовольствие от вождения. Хотя, знаете, я недавно катался на BMW Z4. А, нет, извиняюсь. А, Z4 GT3. Да-да-да, я всё-таки верно сказал. Вот этот автомобиль мне, он гораздо больше нравится. Чем эта BMW. По сравнению с ней, конечно же, эта бэшка как овощ. Но, уникальная особенность этого автомобиля, кто не знает. А я вот в прошлом ролике не знал. Я очень удивился, почему у меня перестала работать педаль сцепления. Ребята, хорошо знающие мне, объяснили это. Так вот, удивительным нюансом является то, что у этого автомобиля, у этого, коробочка DSG. То есть, та самая знаменитая. Поэтому здесь сцепление-то не нужно. Для тех, кто не в курсах, эта коробка, по сути, состоит из двух коробок. В которой, получается, в одной коробке чётные передачи, в другой нечётные. И, соответственно, когда вы едете, скажем, на первой, то вторая половинка коробки уже ставит вторую передачу, заранее подготавливает под вас. И за счёт этого сильно сокращается время переключения передач. Потому что оно здесь сводится лишь к тому, что одному из двух сцеплений нужно выключиться и, соответственно, включиться. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Ну, здесь обогнать. Да, всё же мне удалось это сделать. Так, позиция у нас третья. Но, ребята, боты тут скилловые. Нужно ехать всё равно как-то побыстрее. Но быстрее, дабы догнать их. Сейчас этот поворот. И вот, возможно, здесь. Здесь возможно. Нет. Нет. Да-да-да. Нет-нет-нет. Ух, ударились. Как же это так получилось-то. И, возможно, здесь я хотел сказать, что получится отвоевать позицию, но, увы, не получилось. Тогда у нас есть ещё второй шанс. Вот, в конце этого длинного премячка. Там мы будем сильно оттормаживаться до талого практически. И за счёт этого, возможно, нам всё же что-то удастся отыграть. Главное, конечно, не перебрать со скоростью. Ну вот, в принципе, практически идеально получилось всё. И отыграли позицию. Так, это круг у нас третий. Соответственно, у нас ещё есть полтора круга. Чтобы перегнать вот этого самого лидера. Ну-ка, ох-ох-ох, так я вот и думал, что мы столкнёмся с ним. Полец немножечко наражён, что не является спортивным, так сказать, поведением. Чересчур грубая езда никогда никого не делала краше. Это касается особенно гоночек в онлайне. Там с этим, как говорится, приходится сталкиваться каждому гонщику. Так. Судя по зеркалам, оппонент вон, он прям за мной так и прёт, так и давит на тапочку свою. Ну, думаю, что мы ему не дадим это сделать. Кстати, здесь электроник кикер стоит. Кто не в курсе в этом автомобиле, то есть вы слышите, точнее, если не слушали, то прислушайтесь при переключении на пониженную передачу. Вот сейчас электронный блок управления двигателем автоматически подгазовывает. То есть имитирует тем самым тот же Хилл Эн Тойе перегазовочка-пяточка. Поэтому я и считаю этот автомобиль несколько ленивым. Просто жмёшь газ-тормоз, две педальки и ни о чём не заморачиваешься. Ну, с другой стороны, для тех любителей езды, кому нравится простое пилотирование автомобиля, без всяких там торможений левой ногой и прочих приёмов, этот автомобиль, думаю, доставит определённое удовольствие. Как-никак. Всё-таки баварец, немец, породистый скакун из Штутгарта. Или, или, может быть, я ошибаюсь, может быть, Штутгарт это к Порше относится. Ребята, поправьте меня в комментариях, если я ошибся. То, что бэмвэй и баварца-то, это я знаю. А вот Штутгарт, это, если не ошибаюсь, это всё-таки привилегия Порше. Так, зря я на вторую перелечился немножечко. Ну, ладно. Так, аккуратненько. Это вот этот поворот весьма коварен. Ну, в принципе, преимущество есть. Вон они там все идут за мной. Осталось совсем чуть-чуть, каких-то полкруга. Ну, думаю, что ошибок я тут совершать не буду. По этой трассе я катался раньше достаточно много на разных машинах и знаю, как говорится, ее повороты. Единственное, вот перед этой записью я покатался совсем чуть-чуть. Может быть, где-то не совсем чисто и проехал. Уж простите меня. Ну, что есть, то есть. Так, это у нас последний. Всё, вот мы финишировали, соответственно. Сейчас у нас экран погаснет. И нам останется дождаться окончания гонки другими участниками. Где они там катаются? Ну, ладно, не суть. Сейчас они финишируют и посмотрим на результаты. Какие нам объявят. Так, вот еще кто-то последний, судя по звуку, поехал. Думаю, что последний. Да-да-да. Да, вот играм погас. И это был все-таки последний. Ну, вот они, собственно, результаты. А на этом этот этап у нас, ребята, закончен. Смотрите мои видео по AsataCourse. Вступайте в группу по этой игре. Также вступайте в мою группу по играм на PC. Все ссылочки есть в описании. И до новых встреч.